Зовите своих деток, начинаем наши занятия. Первая карточка – бабочка. Садись на попку, спинка ровная, плечики расправь, соедини пяточки и носочки. И коленки двигаются вверх-вниз, как крылья у бабочки. Полетели, бабочка проснулась, солнцу улыбнулась, улыбнуться надо. Поза. Следующая поза невероятно важна для развития области таза. Правильно. Как и у взрослых, так и у деток. Бывает, что таз, он вот так вот расплескивается, вода из него. Или там расплескивается. А здесь надо, чтобы он ровненький был. И это упражнение как раз включает глубинные мышцы таза, которые ставят его на место и держат его вот в этом положении. Потому что если у вашего ребеночка таз наклонен вперед, вываливается живот, у него будет здесь спазм и будет изменяться осанка. Вот это вот то, что его ждет. Если назад, то же самое. Ложись на спинку, положи ладошки под поясницу. Прижми ладошки спинкой, прижми. Не отрывай их от пола. Правая ножка согнута. Мама давит на нее, а ты не давай ее положить. Я вот так давлю, прижимаю ладошки спинкой. Раз, два, три, четыре, пять. Все время весело это. Отпускаем. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Отпускаем. Попробуйте. И другая ножка. Давай. Раз, два, три, четыре. Держи, держи, держи. И спинку не отрывай. Молодец. Пять. И это... Так, какой ты сильный. Давай, давай, дави, 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 дави. Вот, молодец. Очень хорошо. Следующее. Дельфин. Дельфин. Тань на четвереньки. Теперь локти опусти на пол. Подними попку вверх. Я дельфин, живу на море. Никогда ни с кем не спорю. Локти опусти до пяти. Считаю. Раз, два, три, четыре, пять. А вы смогли так продержаться, детки? Это нелегко. Спинка хорошо укрепляется. Укрепляется плечевой отдел. Разворачиваются плечи. Это как раз для осанки тоже. Следующее упражнение. Пень. Садись на корточки. Пяточки стоят на полу. Если не стоят, мы подложим полотенцем. Уверх стоят. Мама немного толкает в грудь малыша назад, чтобы он упал. Но малыш не дается. Крепкий пенек. Крепкий пенек. Не дается. Крепкий пенек. Сидит. Вот он крепко там в землю корнями впился и все. Никак ее не сдвинуть. Никак его не сдвинуть. А вас сдвинуть. Наш пенек как теремок. Он ни низок, ни высок. Закатился на пенек наш румяный колобок. Следующее упражнение для стоп. Нам очень важен свод стопы. Сейчас я загадку загадаю. Вы попробуйте угадать, что же это. Вася прыгал и скакал. И, конечно же, устал. Чтобы Вася отдохнул, надо ему сесть на стул. Правильно, на стул. Встань, ручки прямые подними вверх. Представь, что у тебя сзади стул. Садись на него как будто. Еще ниже как будто есть стул. Вот, держись, ручки прямые наверху. Прямые ручки. Стул. Держись. Пять счетов. Раз. Два. Три. Ниже. Четыре. Пять. А теперь держись, держись, еще держись. И поднимай пяточки вверх. Ручки вперед. Пяточки вверх подними. Можно держаться за спинку стула, за стенку. И поднимать пяточки. И так еще постоять пять секунд. Молодец. Это очень полезное упражнение для ровных стоп. Следующее упражнение. Планка. Встань в позу планки. Прямая спинка. Ножки прямые. Да, попка не выпирает вверх. Чуть ниже попка. Ровно. Вот. Стой. Считаем до десяти. Раз. Два. Три. На тебя можно положить даже что-то. И оно не должно падать. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Молодец. Можно положить книгу. И она не должна упасть. Упражнение планка замечательно укрепляет весь корпус. Если делать его правильно. Обратите внимание, как стоит ваш ребенок. Если у него выпирает сильно попа вверх. Если он вот так стоит, но никак он не может ее опустить, значит сначала нужно работать с тазом. Сначала делать нужно упражнение водокачка и другие упражнения на область таза. Потому что он не чувствует эту область. Он должен суметь вытянуться в ровную линию. И последняя из моих выбранных карточек это утка. Садись на корточки, колени вместе. Как говорит уточка? Кла-кла. Кря-кря. И ходи, как уточка. Вот, давай, вот так вот обойди и все. Утки плавают в пруду. Я поближе подойду. Ути-ути им скажу. Червячков им предложу. Это опоза. Смель. Мы становимся на ножки, вытягиваемся вверх за руками. И как воздушный змей наклоняемся в сторону, тянемся, тянемся, вытягиваем бочок. А потом в другую сторону. А вот ты. А, а я тебя держу. Вот, в одну сторону держимся, держимся туда, подул ветер. А теперь в другую сторону подул ветер. Сильно дует, сильно, нужно сильно наклониться. Когда ребенок стоит в таком положении достаточно долго, то есть посчитаете секунд пять в одну сторону, в другую, у него здесь не только растягивается, здесь идет напряжение. Чтобы удержать тело, конечно, мышцы нужно напрячься. И эти все мышцы, они укрепляются. Да, и здесь тоже. Молодец. Умничка. Обязательно хвалите ваших деток. Узел. Ложимся на животик, ручки в узелок. Поднимаем вверх плечики, да, а стопки вместе, вместе носочки и пяточки вместе. И вытягиваемся вот так, у нас узелочек такой. И теперь мы в этом режиме двигаемся, как Вера. Берем и вот так подтягиваем себя. Еще. Берем и подтягиваем. Как будто завязывается узелок. Раз, и подтягивается. Да, как завязывается он. Молодец. Мы таким образом укрепляем мышцы кора. Корсетом, мышцы прессом, мышцы спины, мышцы рук. Когда приходится ребенку себя приподнимать и тянуть. И последняя поза, поза крокодила. Ложись на животик. Ручки перед собой. В одну сторону вот сюда нужно дотянуться ручками. Дотянуться нужно, дотянуться. А ножки вместе, пяточки, носочки вместе. Теперь в другую сторону дотянуться. Мы как бы приподнимаем грудь, чтобы дотянуться. Еще приподнимаем грудь, чтобы сюда дотянуться. Молодец. Приподнимаем грудь, чтобы сюда. Крокодил хочет схватить добычу. Теперь пять раз он хочет схватить добычу. Хвать. Молодец. Теперь здесь хвать. А теперь здесь опять. Давай, давай, давай. Хвать. И еще здесь хвать. И еще здесь. Вот, молодец, устала, молодец. И сейчас мы еще погудим, можно говорить, но если вам это не нравится, можете просто мычать. Почувствуйте, как гудит, что-то шумаивается, вибрирует, она гудит так, чтобы там я это чувствовала. Да, вот сейчас гудит. Когда у ребенка вибрирует, это значит, он дышит, правильно? Он делает речевой выдох, когда он говорит, выдыхая, его голос действительно устанавливается, его нормальный, естественный голос, он не дышит, значит, поверхностно, а делает все верно. И обязательно сделаем позу шавасаны, ложись на спинку. Получится сегодня у тебя сделать позу шавасаны и не хохотать. Но сначала надо вдоволь нахохотаться, да? Очень полезно вот так вот взять ребеночка и потянуть. Лежи, расслабься, расслабься. Вот, туда-сюда, туда-сюда, вот так поболтать. А теперь положи ножки, а ручки как мы в шавасаны будем? Все, и постарайся, сейчас я буду считать про себя до 60. И нужно вообще не двигаться. Вот задача, кто не будет двигаться, не будет шуметь, закроет глазки и ни одного движения, и даже думать не будет, тот выиграл. И сейчас задача просто расслабиться, закрыть полностью глазки. Сейчас нужно расслабиться, ручки ладонями вверх, не двигаться, не говорить. И минуточку просто спокойно полежать. Наша система помогает вот в такой игровой форме, не заставляя ребенка, естественно, это все в игре, привлечь ребенка, первое, к занятиям. То есть для него это становится веселой, интересной, забавой, игрой. Заниматься с мамой или с папой, заниматься йогой, заниматься зарядкой. И когда в этих карточках есть стишки или загадки, это тоже интересно все. В общем, ребенок начинает заниматься ежедневно сам. Мои дети встают и первым делом идут на коврик, я на коврике, и у них по коврику они делают что-то свое. У старшего сына уже свой комплекс занятий на каждый день, он его просто повторяет. Раньше он повторял по своему же видео, смотрел на себя и повторял. Сейчас уже знает сам, что делать, а Вера обычно играет с карточками. А теперь тихонечко поворачивайся на бочок, оттуда из положения на боку садимся в удобное положение. Я хочу, чтобы вы тоже погрузились в этот мир, и это позволит вашим деткам иметь основу для здоровой осанки и стоп. Так как наш курс разработан с Георгием Темичевым, это врач-реабилитолог, то здесь не только мой подход игровой с йогой, но и также здесь знания и компетенции врача, который работает уже с людьми проблемными, у которых во взрослом возрасте болит спина, болят стопы, он знает, что делать, как сделать так, чтобы у вашего ребенка в подростковом возрасте и во взрослой жизни не было этих проблем. Если вы хотите узнать, как всего за 15 минут в день гарантировать ребенку ровную осанку, ровные ножки, без вальгуса, плоскостопия, без торчащих лопаток, спинку и вывольного живота, как это скорректировать за месяц, занимаясь по 15 минут в день, как профилактировать это, не допустить появления этого, то приходите на мой бесплатный мастер-класс, регистрируйтесь по ссылке в описании. Если вам интересны еще такие уроки, то, пожалуйста, пишите в комментариях, если есть вопросы по здоровью ребенка, какие-то симптомы, может быть, вы увидели, которые вам не нравятся, вас беспокоят, можете тоже задать вопрос в комментариях, мы с доктором ответим на них, а мы обязательно запишем для вас урок, если это актуально, если вам интересно. А так у нас есть специальный курс, программа, на которой уроки в режиме «включил-повторил». Повторяйте за детками нашими, моими, и все. Желаю вам и вашим деткам здоровья. До встречи. Всем пока. Надеемся, увидим вас на наших занятиях. Пока. Приходите в детскую дизорку. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok